Всем привет! Я Евгений Замятин. Сегодня мы с вами вяжем фидерный монтаж с фидергамом. Что такое фидергам? Это такая терминология. Сразу скажу, в фидере терминология вся английская. Фидер, ну понятно, что это корм, да, кормить, to feed, глагол to feed, кормить, питать. А гамм это резина. Получается фидерная резина. Для чего нужна фидерная резина? Зачастую мы ловим на фидер с настями очень деликатными. И леска-то у нас там 208, иногда 207. Диаметр лески, которую мы используем на поводке. Деликатная леска, деликатные крючки 18 номера по международной классификации, там 22 какие-то номера. То есть совсем мелкие-мелкие. Ну понятное дело, что они и слабенькие. А вдруг нам клюнет лещ, да причем еще влетит бонус, который надо припарковать. А мы не сможем этого сделать, если у нас не будет специального приспособления. Это приспособление называется фидергамм. Это резина, она будет растягиваться, компенсировать рывки рыбы. Именно для этого фидергамм и придуман. А теперь мы с вами узнаем, как эффективно один из вариантов мы узнаем. Вариантов множество бывает. Но я вам покажу один вариант, которым сам пользуюсь. Мне он очень нравится. Как использовать фидерный монтаж с фидергаммом. Итак, мы сейчас свяжем монтаж, который можно использовать на спортивных соревнованиях по ловле на донную удочку. Поэтому обращаем внимание за всеми стадиями нашего вязания монтажа. Не торопясь, спокойненько у вас всегда есть возможность прокрутить назад, сделать паузу в любом удобном месте. Итак, для начала мы делаем следующее. Вот перед нами леска. Это конец лески, которая у нас наматана на катушку. Пропущена сквозь все кольца нашего фидерного удилища. И вот в руках у нас вот эта лесочка очутилась. Представили себе. Дальше мы делаем следующее. Мы берем правильную застежку. Правильность вот этого карабинчика заключается в том, что ничто не выступает наружу. Никакая деталька не выступает наружу. Вот это вот идет изгиб вот этой вот проволоки, из которой застежка сделана. И он этот изгиб прям прячется, кончик проволоки, в застежку. Все, спрятался. Цепляться не за что. Поэтому рекомендую отыскивать вот такие вот карабинчики, поискать и пользоваться только ими. Можете пользоваться какими хотите. Но здесь вероятность запутывания наших снастей меньше. Итак, взяли вот такой карабинчик с вертлюшком. И в петельку вертлюшка мы просунули вот кончик нашей лески. Все, как бы одели на леску карабинчик. Раз. Да? Раз. Делай два. Берем силиконовый стопор и так же на основную леску, следом за вертлюшком и карабинчиком, одеваем на основную нашу леску. Называется делай два. Делай три. Мы в два слоя, ну как бы, видите, складываем вдвое, вернее, нашу основную леску вдвое. И начинаем вязать обыкновенный пятерной, самый простой узел, который многие из нас знают еще с детского садика. Так, формируем простую петельку и пять раз просовываем сквозь эту петельку кончик сдвоенной лески нашей. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Медленно-медленно, смочив предварительно вот эту леску, любой узел перед тем, как затянуть, мы обязаны смочить. Должны смочить. Все, затягиваем и... Хей! В общем, у нас практически все готово. Не нужны вот эти детальки, мы должны обрезать. То есть, я использую скальпель. И вот видите, петля, да, у нас с узлом. В любую часть этой петли, ближнюю к вам, дальнюю, без разницы, поближе к узлу, мы должны также отрезать. Старайтесь под самую пятку не резать. Леску. Оставляйте миллиметра три, там, четыре миллиметра оставляйте. Сдвигаем силиконовый стопор к узлу. Туда же сдвигаем вертлюжок с застежкой. А теперь, самое интересное, да, теперь мы должны использовать фидергам. Обратите внимание на то, что фидергам, вот эта вот резинка, да, видите, она тянется. Сейчас я вам ее покажу, как она тянется. Видите, тянется. И она достаточно жесткая такая. Но фидергам для того и сделан. Я взял кольцо, металлическое кольцо, которое применяется в нахлости, которое практически ничего не весит. И с одной стороны привязал этот фидергам к металлическому колечку. Видно? А с другой стороны я на фидергаме сделал обыкновенный узелок. Узелок сделал и обрезал. Понятно, да? Теперь вот такая вот конструкция. Давайте посмотрим на нее. Здесь колечко, которое применяем в нахлости. С этого конца просто узелок. Дальше мы вот это вот металлическое колечко, вот в том месте, где мы привязали к фидергаму металлическое колечко, мы сквозь нее, сквозь это колечко пропускаем основную леску. Пропустили? Молодцы. Дальше мы должны использовать еще один силиконовый стопор. Оп, сделали, да? И делаем тройной рыбацкий узел. Что такое тройной рыбацкий узел? Я вам также, вас как-то рекомендую посмотреть специальное видео, как его делать. Этот тройной рыбацкий узел хорош тем, что он очень толстенький получается. Вот давайте. Это первая петля у нас. Это вторая. Ну, а вот это уже третья. Вот такой вот хитрый рыбацкий узелок. Хитрый, но очень эффективный. Смочили его и спокойно затягиваем. И у нас в итоге получается вот такой вот плотный узел. Мы его также подрезаем. Ненужную часть убираем. Ну что, в душе у каждого из нас звучит барабанная дробь, потому что мы имеем готовый фидерный монтаж. Один из вариантов фидерного монтажа с фидергамом. Осталось только нацепить на застежку кормушку. Кормушку я рекомендую использовать RIG PRO. Это и цена, и качество, и надежность, и эффективность. Все вместе и ассортимент. Весь, который нам надо. В итоге, вот такой монтаж у нас получился. Один из вариантов. Один из вариантов использования фидергам. Для чего нужен вот этот вот узелок? Дело в том, что этот узелок, он будет протектором. Когда мы возьмем поводок, а у нас поводок тоже имеет петельку с одной стороны, и крючок с другой стороны. Так вот, когда мы крючок в эту петельку просунем, у нас получится обыкновенная удавка. И вот этой петлей удавкой мы на фидергам вот так одеваем поводок и затягиваем. Все, никуда не денется. Никуда ваш поводок не денется. Будет летать. Тонуть и привлекать рыбу. Ну вот, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Дорогие друзья, мы с вами связали один из вариантов монтажа для ловли на донную удочку с фидергамом. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»